Ребят, везем папу первый раз за границей. Ох, выпуск будет интересный, мне кажется. Новые ощущения и нереальные эмоции. Мы привезли папу в новый пятизвездочный отель в Турции. Оправдает он наши ожидания и понравится ли наш подарок папе. Я просто знал, что все включено. Ну, чтобы такие масштабы, столько всего. Это шмот просто. Папа первый раз на Средиземноморье. Ура! Соленый. Так, ребятушки, я кое-что нашел под водой. Тут по-любому написаны какие-то контакты, там, типа телефон или соцсети. Смотрите в выпуске. Максим, давай. Маску снимите. Чтобы самолет был. Вен, а вы первый раз на самолете? Нет. Давно летали? В 91-м году. Это сколько? 30 лет, что ли? 30 лет назад. 30 лет назад летали на самолете? И точно не на скайапе. Тут 134 какой-то. Мы уже в самолете. Привет. На отдых. Кто едет в Сурси? Мы. Елена, вы ожидаете мощный отдых? Очень-мочный. Похожа, что взросли. Круто. Тут все по-сты, как красиво. Очень красиво. Елена сейчас зовет всю память на телефоне еще до Турции. Лететь нам 2 часа. За бортом 47 градусов ниже 0. Летим мы на высоте 11 километров. Со скоростью 850 километров в час. Подлетаем к аэропорту. Елена, поздравляю, вы в Турции. Я у вас тоже. Спасибо. Посмотрите, какие у нас паспорта Артюшка заказал обложки. Класс. Сейчас, кстати, я вам расскажу кое-что о безопасности и о дронах. Так, стоп. Начнем с хорошего. Короче, провелся я дрон. Сейчас все расскажу. Если вы планируете посетить Турцию с дроном, вам нужно знать следующее. Если ваш дрон весит более 500 грамм, то вам придется зарегистрировать дрон перед полетом на этом сайте. Второе. Разрешение требуется для всех коммерческих полетов дронов. И третье. Дроны не могут летать выше 120 метров и весить более 4 килограмм. Да, опять мы дрон провезли. Папа не знает, в какой мы отель едем. Называется Сейлорс Бич Клаб. Теперь уже знают. Главное, это о чем-то говорит. Папа не знает, в какой мы попали вообще, ребят. Так, друзья, вот мы и подъехали. Какали уже? Как первое впечатление? Вообще круто. Круто? Приехали в лето. Сейчас еще в ресторан сходим. Еще пиво налью, да, Гена? А я вот не успела снять. Только что парень вот этим аппаратом обрабатывал все сумки и чемоданы. Дезинфицировал. А вот корпуса. Тут так круто вообще. Да? Тебе нравится? Чистота какая. Да. Вообще красота, да? Потому что ландшафтный дизайн очень красивый. Теперь Максима первое впечатление. А ну-ка, сколько тут сладостей. Тут детские тусуются. Видишь, одни? Да. Ну, ага, но мне вот это все мне нужно. Да ты шо? Что тебе нужно? Я на диете есть. А, ты на диете? Я извиняюсь. Я на диете. Я извиняюсь. Папа выращивает фикуса, а тут он фикус. Нет, нет. Размером с дерева. 24,02. Класс! Вот наш номер, ребятушки. Пап, тебе нравится вид? Смотри, у нас тут вид на море, а там вид на море. Красиво. Я уже по пляжным. Обзор отелей и обзор маннера будет в другом выпуске. Не пропустите. Знаете, что я хочу сейчас самое большее? Это пообедать и выпить холодного турецкого пива. Поехали. Смотрите, как папа рад. Папа очень рад. И мы рады. Молодцы нам подарили на Дерождение такой подарок. Да, спасибо, молодцы. Класс. Ага, тут ребята накладывают все. Самому нельзя сейчас накладывать из-за короны. О, сколько тут зелени. Это просто кайф. Ты потом салат себе смешиваешь прям в тарелке. Папа, посмотри, сколько клубники. Мы ее объедимся. Безлимитно можно брать. Клубника, как у мамы на даче. Ммм, а ну, Максимушка клубничкой увлекся. Так она очень вкусная, правда. Смотри, какой-то суп равиоли. Это маленькие вот эти манты их. Это шпинатный суп. Шпинатный. В общем, вот наш первый обед. Что могу отметить? Из-за того, что карантин, доступ к еде ограничен, получается, с такими барьерами. Я попросил мужчину положить мне рыбу. А у меня мясо уже лежало. Он аккуратненько взял, переложил мясо. Не клал так наверх, а просто аккуратненько передвинул. Положил еще овощей. Не как похлевку, а так китают. Аккуратненько. Макс ест суп равиоли. Это суп шпинатный мы взяли. Мне не понравился, Дэн. Очень вкусно. Так, папа уже разобрался в специфике отеля. Короче, вам уже нравится. Да, я просто знал, что все включено. Ну, чтобы такие масштабы, столько всего. Это кошмар просто. Хорошая, кстати, дело. Ну, кстати, в баре никого не было. Никто ничего не берет. Ну, в общем, что сказать. За отдых. Поднимем офис. Да. Как называется? Мушмула. Мушмула? Две, две. Мушмула? Ты пищи мушмула. Угу. Не пою, и все равно. Мушмула? Мне кажется, что она мушмула. Мушмура, мушмула. Это спелая. Там не совсем, да, спелая. Но она вкусная. Смотри, сколько косточек. Три косточек. Вау. Круто. Пап, будешь садить? Нет. Может, вы нас посадишь? Мушмулу? Нет, нет, нет. Мушмулы вам не хватает еще дома. Пляж полностью в нашем распоряжении. Посмотрите. Вообще нет людей. Супер. Ребята, едьте в Турцию. Тест в воде от папы. А ну, говорите. Лед? Понятно, нормально. Нормально, теплое. Можно идти. Папа, погнал. Папа, первый раз в Средиземноморье. Ура! Рена, ну что, как Средиземное море? Я даже с открытыми глазами проплыл. Ну, как водичка? Хорошая, Ренка? Соленая. Хорошая лаганка у нас. Раз, два, три! Ребятки, погнали! Так, а я чего жду? Хорошая лаганка у нас. живность присутствует и это хорошо так как в ближайших выпусках мы отправимся на рыбалку на местных хищников пока я изучал подводный мир наткнулся на бутылочку с запиской сейчас выйдем и прочтем так вы обедали уже искупались и выпили напитки оценка отелю быстро из 10 баллов пока есть так ребятушки я кое-что нашел под водой сейчас вам буду показывать вы готовы ребят бутылка с запиской ты в шоке давайте читать она подмог не спеши не спеши по-любому написаны какие-то контакты там типа телефон или соцсети вот целое целое письмо что пишет я успешная телеведущая супер супер у проекта на большом украинском тв и youtube с огромным рейтингом я живу в доме а это типа пожелание мотивашка живу в доме построенному проекту городе буча может это увидеть себя у нас на канале и узнаете это письмо город буча мой блог в инстаграм постоянно растет 100 тысяч 500 миллион приносит прибыль жалко что не оставили свой номер или соцсети было бы круто если бы нашли связались прикольно еще одну бутылку нашел но она была пустая мы сейчас это обратно кинем хорошо хорошо что везде спасатели это правильно вид красивый пальмы горы шел мужчина говорит вот раки любят раки вареную просто дарю максим и давайте посмотрим принесет или нет он там бежит он бежит за мной быстро пиво они они вареные вот вообще не как дома это же морские раки получается ну да себя оденете в купальнике и щетки остальное мы все там даем полотенце ничего не надо с собой мама идет на массаж я мрака тебя короче нравится отдых первый день отдыха и по-моему хороший да ребят пожалуйста скажите есть вообще морские раки я вообще не разбираюсь скорее всего нет артешек он сказал что они морские на них мидии растут речные мидии верно ребят я не могу просто спокойно смотреть на это дерево это просто жесть у всех дома растут и они кажутся здоровенными дома да вот такие вот такие ну это hello 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 а теперь фасли нашел на шоу быстро нашел парень тоже веселится стоит на самом деле шоу-программы всегда разное непонятно что не пропустите следующий выпуск через неделю в нем мы подробно расскажем как арендовать автомобиль в турции без залога и что для этого нужно еще кстати очень удобно что ее привезли сразу к нам к отелью как ты бенкатишь огонь скоро увидимся пока а если и 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 Продолжение следует...